Привет, Страж! Я Джонни Лейни, и это новое видео на канале Трипл Вайп. Сегодня у нас много новостей, интересных новостей о грядущем дополнении, отвергнутые для Destiny 2. Издание Game Informer, как и перед любым другим релизом, связанным с Destiny, делится с игроками эксклюзивными подробностями. Ну а канал Трипл Вайп, в свою очередь, с радостью познакомит вас со всеми деталями. Итак, давайте по порядку. Сегодня начнем с рассказа об одной из новых локаций, город Грёз. Это красивая и большая локация, сравнимая по размерам с уже существующей в игре планетой Несс. Перемещаться по локации можно будет как пешком, так и на Спэрол. Вендором локации, кстати, станет уже хорошо нам знакомая Петра Венш из первой части, верная слуга королевы Марысов. Вероятно, от нее нам и предстоит получать ответы на большинство вопросов. Но вернемся к локации. Попасть сюда просто так не получится. Город Грёз – это эндгейм-локация, а значит, что посетить здешние красоты можно будет только после завершения основной сюжетной линии и выполнения специального квеста. Но даже при выполнении этих условий уровень местных мобов может оказаться для игрока неподъемным. В трейлере, например, мы видели презренных падших с уровнем силы в 500 единиц. Так что сначала надо подкачаться. Сама локация напоминает светлые фэнтезийные эльфийские города из миров Толкиена. Также известно, что город Грёз – это родина расы пробудившихся. Журналист Game Informer также отметил, что хоть место и правда напоминает эльфийские деревни, в нем будто бы поселился дракон, который отравляет здешнюю природу. Не отсылка ли к Ахамкаре это, а? Есть также и намеки на то, что локация будет существовать одновременно в двух параллельных измерениях. Примерно как это было с Меркурием, только гораздо интереснее в плане механики. Одна сторона мира красивая и светлая, а вторая уже не такая беззаботная. Она охвачена обращенными. Одной из главных геймплейных особенностей станет то, что мир города Грёз будет меняться в течение нескольких недель. Трёх, если точнее, этакий цикл, который изменяет локацию в сторону более и более мрачной. А игроки в свою очередь будут напрямую влиять на эти изменения и очевидно пытаться этому противостоять и помешать. Ещё одна часть локации – тронный мир. Будет то ли скрыта под поверхностью планеты, то ли также находится в иных мирах, но суть в том, что игрок будет находить в этом тронном мире новые испытания, пути, секреты и, конечно же, горы лута. Как нам было известно ранее, новый рейд тоже будет проходить на этой локации. Теперь, можно сказать точнее, в замке Keep of Voices – Башня Голосов или вроде того. И, судя по всему, сюжет рейда всё же будет связан с Ульдраном. Так что, надеюсь, что мы не убьем его просто так в ходе обычной сюжетной миссии, как это было с Червяком, Червибогом, а последуем за ним в команде на рейд. Хотя оговорка на новую угрозу в рейде тоже есть. Посмотрим. Резюмируя всё сказанное и увиденное, можно с уверенностью утверждать, что город грёз – это принципиально новый вид локации для мира Destiny. Она создана исключительно для энгейм-активностей. Она недоступна новичкам просто так. Она требует закалки и подготовки. Но зато потом с лихвой обещает утолить жажду исследований, поиска загадок и секретов. С нетерпением ждём релиза и момента, когда сможем ступить на эти чудесные земли и разобраться, что же там произошло. А на этом пока всё. В следующих роликах я продолжу знакомить вас со всеми новостями от GameInformer, поговорим о новых пушках, расе презренных и многом другом. Также часть информации, конечно же, появляется у нас в группе, раньше, чем тут на канале. Так что подписывайтесь на нас ВКонтакте, читайте интересные статьи и новости, а я пока прощаюсь ненадолго. Пока!